В этом уроке мы научимся помещать изображения в документы и управлять их положением во фреймах. Используем команду Place из меню File, чтобы добавить изображения на страницу документа. Вот такого медведя выберем. Если вы видели предыдущее издание книги «Видеосамоучитель Adobe InDesign CS2», то знаете, что медведь следует за мной из книги в книгу. Поместим изображение. По умолчанию размер изображения определяется автоматически, исходя из разрешения, но мы можем увеличить изображение. Простое увеличение не приведет к желаемому результату, поскольку будет выделяться и увеличиваться фрейм, содержащий изображение, а не само изображение. Необходимо выделить рисунок с помощью инструмента Direct Selection и только потом уже изменять его размер. Медведя нашего видно плохо, поэтому мы обратимся к меню View, под меню Display Performance и установим высокое качество отображения графики. Вот, теперь отлично. Выделяя изображение внутри фрейма, мы можем перемещать его и трансформировать независимо от фрейма. При этом области изображения, оказывающиеся за границами фрейма, видимо не будут. Так можно осуществить простейшее кадрирование изображения. Мы можем даже поворачивать изображение внутри фрейма с помощью все тех же известных нам инструментов трансформации. Теперь медведь висит на потолке. Поместить изображение можно и в заранее созданный фрейм. Необходимо, чтобы фрейм был выделен в момент обращения к команде Place. Изображение было добавлено в выделенный фрейм, а новый фрейм не создавался. Еще раз полюбуемся на медведя. Удалим этот фрейм и создадим фрейм непрямоугольной формы, например эллиптический. Как мы, вероятно, знаем, растровое изображение всегда имеет прямоугольную форму. Однако использование фреймов может избавить нас от этого ограничения. Выделив фрейм, мы также можем использовать эффекты Adobe InDesign, например создать падающую тень или установить настройки абриса. Еще раз поместим изображение в новый фрейм. Увеличим размеры фрейма. И узнаем, что операции по согласованию размеров объекта и содержащего его фрейма не обязательно выполнять вручную. Обратившись к меню Object и под меню Fitting, мы можем выбрать одну из команд, которые согласуют размеры и положения объекта и фрейма за нас. Например, команда FitContentToFrame увеличит изображение так, чтобы оно заполнило собой фрейм. А команда FitFrameToContent уменьшит фрейм так, чтобы он сравнялся по размеру с изображением. Команда CenterContent расположит изображение точно по центру фрейма. Если пропорции изображения и фрейма различаются, то следует быть внимательным и не допустить искажений изображения. Использованная нами команда FitContentToFrame не учитывает пропорции объекта, и медведь получился довольно сплюснутый. Вместо этой команды следовало использовать команду FitContentProportionally, которая не допускает искажений пропорции изображения. Правда, часть фрейма осталась незаполненной. Можно было использовать команду FillFrameProportionally, которая заполнит весь фрейм, не искажая изображение. Но теперь часть изображения скрыта за границами фрейма, и увидеть ее можно только увеличив фрейм. Вот где наш медведь спрятался. В следующем уроке мы продолжим разговор об импорте изображений в документ, и научимся управлять связью изображения в документе с оригинальным файлом.